Сезон российских соревнований по спидвею на гаревой дорожке завершен. В течение шести месяцев гонщики боролись за различные награды и преследовали различные цели. Кто-то хотел забрать медали личных соревнований, кто-то просто обкатывал новый состав, а кто-то был намерен взять главные награды командного чемпионата страны. Что из этого было в планах у спидвеистов «Востока» и чего в итоге добились приморцы, давайте разберемся. Отечественные соревнования в этом году стартовали в мае месяце. Тогда началось первенство России среди юниоров и командный чемпионат страны, который считается по праву главным состязанием года. В целом календарь не преподнес сюрпризов, зато они оказались в списке команд участников. Дело в том, что последние несколько лет подряд активное участие в состязаниях принимают лишь три команды. Мегалада из Тольятти, Турбина из Балакова и наши ребята из Клуба Восток. Но в этом году к ним присоединился новичок, правда только по статусу, а не по опыту. Это команда «Октябрьский» из одноименного города. В свое время, а именно с 1970 по 1992 годы, коллектив был одним из сильнейших в СССР. В России «Октябрьский» тоже преуспел в копилке три золота командного чемпионата. Но, увы, команда ближе к 2008 году стала терять финансирование и сталкиваться с риском расформирования. С 2014 года спортсмены уже не принимали участие в чемпионате. Несколько лет клуб выживал только за счет энтузиастов. Однако уже в 2017 «Октябрьский» более-менее укрепился по всем параметрам и вновь вернулся на гаревую дорожку. Таким образом, в высшей лиге этого сезона за медали боролись четыре команды, каждая из которых была нацелена на победу. Но давайте уделим основное внимание команде из Владивостока. Начал «Восток» откровенно слабо. За несколько стартовых гонок «Приморцы» пришли к предпоследнему месту. Результат во многом оказался закономерный. Дело в том, что Владивостокский клуб в этом сезоне максимально омолодился. Самому старшему гонщику Вадиму Тарасенко 23 года. Ну, состав у нас молодой. Многие ездят не так давно. Это также я, Павел Лагута, Виталий Котляр, Кирилл Хван. Занимаются не так много. Но ничего, мы стараемся. Почему прошло омоложение? Дело в том, что команда в этом сезоне потеряла практически всех своих старших лидеров. В списке не оказалось даже многолетней звезды местного и российского спидвея Григория Лагуты. В команде недосчитались и его брата Артема. Оба спортсмена не решились на новый контракт с приморской командой. По окончании чемпионата 2016 года я сделал предложение Артему и Григорию на тех же финансовых условиях представлять наш клуб в будущем сезоне. Они их не устроили, хотя другие члены команды могли бы только мечтать о доком. Бесплатные перелеты, проживание и питание – призовые за гонку. В итоге Артем второй раз ушел в мегаладу, а Григорий решил отдохнуть и выступает только в чемпионате Швеции. Имя старшего Лагуты, кстати, вскоре вспомнили снова. Григория дисквалифицировали на два года за употребление допинга. По словам руководителей Востока, это нелепая случайность. Зимой Лагута получил травму и лечился у врача в Латвии. В состав лекарства, которое было прописано, входил незначительный процент мельдония. А спортсмен этого не заметил. На этом фоне приморцы были обязаны показать, что они и без лидеров смогут побороться за награды. К слову, в первенстве среди юниоров нашим парням это сделать удалось. В своей возрастной категории гонщики завоевали две медали. Павел Лагута взял золото, а Марк Хорион увез в соревновании серебро. Но что касается главного командного чемпионата, то здесь, увы, опыт сделал свое дело. Восток из шести гонок чемпионата выиграл только две. Такой результат позволял команде бороться лишь за третье место. А на бронзовые медали надеялся и тот самый новичок Октябрьский. Решить, кто же больше достоин пьедестала, пришлось в серии из двух гонок. Первая встреча прошла в Октябрьском и завершилась поражением Востока – 42-48. Поэтому во Владивостоке подопечным Игоря Столярова необходимо было побеждать с разницей более чем в шесть очков. Отставание приличное, поэтому каждый спидвейст выкладывался на полную. Домашние гонки в этот раз у нас встречали как никогда громко и с любовью. По-другому никак молодежи нужно было показать, что за ними стоят сотни болельщиков. Я думаю, что это показатель того, что спидвей – это любимый вид спорта в городе Владивостоке. Я думаю, что если бы погода была лучше, трибуны были бы вообще полные. Вплоть до восьмого заезда счет оставался равным. Однако в заключительной части Восток все же вырвался вперед. Преимущества приморцы смогли удержать и в итоге праздновали победу со счетом 50-39. С первой серии уже, когда мы там в ничью шли, до конца не теряли надежды. Вся команда хорошо постаралась, проехали все хорошо, все молодцы. К слову, первые два места чемпионата забрали «Мегалада» и «Турбина» соответственно. Как отметил наставник «Востока» Игорь Столяров, все закономерно. И третья строчка для такого юного состава – определенно хороший результат. Самому младшему 16 лет, а самому старшему всего лишь 23. Это самая молодая на сегодняшний день команда. Я не знаю, наверное, не только в России, а вообще, как бы не в мире. Я считаю, что на самом деле это бронза с золотым от левого. Такая гонка, конечно. Жалко, конечно, что болельщиков было мало, но это, наверное, связано с погодой. Но те, кто были, здорово поддерживали. После командного чемпионата взять награды можно было также на Кубке России среди пар. Но там, как отметили сами приморцы, команда не рассчитывала на медали. В итоге так и получилось. «Восток» оказался на пятом месте. Больше, увы, клуб из Владивостока в этом сезоне ничем не отличился. Хотя для многих фанатов «Спидвея» этот год стал довольно значимым. А все потому, что «Восток» отметил юбилей. 50-летие команда хоть и встретила не с лучшими результатами, однако с большими надеждами. Этому виду спорта в городе давно пора перезагрузиться. Новая трасса, новые люди, новые финансовые вложения. Именно этими вопросами теперь будет заниматься клуб при поддержке городской администрации. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин